Искать правду в Одессе опасно. Те, кто это делает, рискуют нажить неприятности. Надеяться на полицию бесполезно. Она бездействует или выполняет указания городской власти. Одесситам советуют покорно молчать, но не все согласны играть роль мальчиков для битья. Активист антитрухановского Майдана, поэт и актер Станислав Домбровский, один из тех, кто позволяет себе иметь личное мнение и открыто его высказывать. В том числе о городской власти и служащих ей псевдопатриотах. На телефон моей девушки поступил ночью, это был уже вот такой, это был как вот пружина, которая сломалась. Поступил ночью в звонок с угрозами. Не определялся номер. По поводу меня, по поводу моей дочери, по поводу Оли, жена, и по поводу, в частности, Соня, это гражданская жена. После разгрома антитрухановского Майдана на Думской площади у активистов есть уверенность в сговоре местной власти, псевдопатриотов-погромщиков и полиции. Закону в Одессе места нет. Соответствует это закону или не соответствует, есть люди, которые это выполняют. Ну, в частности, наша национальная полиция, муниципалы, РГБ. Это все сейчас одно и то же. Для меня после второго разгона стало понятно, что такие организации, как РГБ, так называемый Автомайдан, кто там еще у нас, самооборона, да, во главе с Тодором, Женька Резвушкин, Марк Гордиенко. Даже национальная полиция – это некий вот такой вот такой вот такой вот сдерживающий такой внешний вид спокойствия бригады. Станислава пригласили в Главное управление национальной полиции области. Беседовал с активистом советник Георгий Лорд Кипонидзе. Свои впечатления от разговора по душам Станислав выразил на страничке в Фейсбуке. По форме может быть грубо, зато искренно. Из этого разговора я понял, что в моем случае, будучи активистом антитурхановского Майдана, выход теперь один. Или создавать свой личный арт-Майдан, с которого я начинал, или же уйти, так сказать, на покой, то есть сбежать. Мне было посоветовано поехать куда-то в Непал, еще куда-то отдохнуть. Я бы не хотел, чтобы меня советовали сбежать или запугивали. Мне предложили написать заявление. Я посмеялся в ответ. 30-40 заявлений написано, ни по одному из них нет реакции. Избиты люди, есть видеофакты, есть фотографии. Ничего не предпринимается. Так удобно. Бездействие полиции – лучшая характеристика ситуации в Одессе. Формально правоохранительные органы у нас есть, что фактически показал разгон Майдана и многие другие безнаказанные преступления. У нас нет не то, что даже какой-то поддержки, как у любого законопослушного гражданина, а у человека, который просто хочет быть честным. Так он просто в опасности сейчас в этом городе. По той простой причине, что он неудобен. Потому что удобно вести себя, как Резвушкин, как Гордиенко, продавая свой патриотизм, как Тодор. Удобно вести себя, как те люди, которые избивали на антитурхановском Майдане других людей, прикрываясь какими-то высокими целями. У нас мэр зданий, но не мэр одесситов. У нас могут умирать люди, их могут избивать, но при этом при всем мы можем построить старостяную. Так вот я за мэра для одесситов. Что будет в Одессе дальше? Этот вопрос наверняка волнует ни одного у Стаса Домбровского. Режим диктатуры с опорой на банды боевиков и разворовывание бюджета – путь в никуда. Если одесситы будут спокойно ждать, пока кто-то придет и сделает нам тут Париж, не успеем оглянуться, а города уже нет. Александр Виноградов, Сергей Коняхин, Юрий Рух, телекомпания КРУХ.